Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Появился новый партийный проект «Жители МКД». Это позволит самим жильцам многоквартирных проводить работу по благоустройству территорий. Лето, пора каникул и веселого отдыха. Для автолюбителей большая ответственность перед детьми. ГИБДД проводит акцию «Внимание, дети». Воспитанники детского дома представили выставку изделий ручной работы. На открытии побывали сотрудники Росгвардии, оценили творчество ребят. Красота Карачаево-Черкесии на просторах московского метрополитена. Проект посвящен столетию республики. Сегодня на базе Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» прошло совещание, на котором был запущен в республике новый партийный проект «Жители МКД». Это позволит оказать предметную помощь в решении проблем жителей многоквартирных домов. Помимо этого, участники встречи обсудили итоги голосования по объектам благоустройства. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Левшоков. Новый партийный проект «Единая Россия» жители МКД позволит самим жильцам многоквартирных домов решать, как необходимо провести работу по благоустройству и организации порядка территорий и квартир. Проект охватит несколько направлений – дворовые территории, наш двор, наш подъезд, чат подъезда и работа со старшим по домам. Будут созданы специальные советы при каждой домовой территории, отметили представители регионального отделения партии «Единая Россия». Цель основная – все-таки создать советы при каждой домовой территории. Для чего? Для того, чтобы жильцы сами лучше любых комиссий знают, что им нужно сделать, в какие сроки и в какой очередности. Поэтому, если нам это удастся создать, то есть хороший пример. Вот под Балахоново дворовая территория 2-3 года назад сделана в идеальном состоянии. И вот я приглашаю все-таки показать и хорошие примеры. Также собравшиеся обсудили состояние голосования по объектам благоустройства в этом году. Начальник отдела территориального планирования Министерства строительства ЖКХ Карачаева-Черкесии Ирина Дипцева рассказала о том, как проходил процесс отбора объектов для облагораживания территории. По благоустройству аллеи по улице Мира, четвертый этап, в городе Усть-Жигута выставлены территория по улице Первомайская 4Б и по улице Морозова 82А. И в Медногорском выставили две территории – это аллея и парк. Голосование проводилось с 15 апреля по 31 мая. В рамках голосования проводилась информационная работа, то есть давались постоянно публикации о том, что проходит голосование. Новый партийный проект «Единая Россия» жителей МКД намного облегчит работу в плане благоустройства придомовых территорий, так как именно от активной позиции жителей зависит создание необходимого уюта. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В Министерстве внутренних дел рассказали о снятии временных ограничений на транспортное сообщение в отношении отдельных иностранных государств. В ходе брифинга сотрудники управления по вопросам миграции разъяснили присутствующим, в отношении каких иностранных граждан сняты введенные Россией временные ограничения на транспортное сообщение. С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, оперативным штабам по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории России принимаются решения о постепенном снятии ограничений на въезд в нашу страну иностранных граждан через пункты пропуска государственной границы. Издано распоряжение правительства, в котором утвержден перечень иностранных государств, в отношении которых снято ограничение на транспортное сообщение. К ним относятся Абхазия, Беларусь, Донецкая Народная Республика, Казахстан, Китай, Луганская Народная Республика, Монголия, Украина, Южная Осетия. 90 суток у граждан есть момент принятия решения покинуть пределы Российской Федерации. Если они не укладываются в этот срок, то, соответственно, будут приняты меры административного воздействия, вплоть до выдворения за пределы Российской Федерации. В период летних каникул на территории Адыгихабльского и Ногайского районов сотрудники госавтоинспекции усилили профилактическую работу внимания детей. Они напомнили ребятам о правилах дорожного движения, применив практические знания. На уроки навыков безопасности поведения вблизи дорог побывала Альбина Ламкова. Это светоотражающие наклейки. Их приклеивают для того, чтобы в темное время суток, когда свет пар попадает на них, водители видят пешехода, который двигается, и он ярко светит. Рассул спортсмены и приезжает на тренировку в физкультурно-оздоровительный комплекс на велосипеде, а уезжает уже в вечернее время. Поэтому ему и его друзьям не лишним будет еще раз услышать от сотрудников у госавтоинспекции правила дорожного движения. А светоотражающая наклейка поможет в темное время суток стать заметнее на дороге. Ее вручили всем ребятам на детской площадке. Постоянно ходим в школы, в детские сады и стараемся детям объяснять правила дорожного движения. Мы также их выводим на эти пешеходные переходы, проводим практические занятия, так, чтобы дети на практике могли закрепить то, о чем мы говорим в кабинетах. Когда больше нарушают правила дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий? Больше? В летний период или в зимний? Именно детский травматизм у нас обычно скачет именно в летний период и осенний. В теплое время года дети больше времени проводят на улице, поэтому детско-дорожно-транспортный травматизм увеличивается в этот период. А профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!» в целях сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения крайне необходимо. Технику обязательных навыков безопасного поведения вблизи проезжей части, которая нужна повседневной жизни, ребята получают не только от сотрудников органов внутренних дел, отметила Мината Слонукова. И продолжила, что знания основных элементарных правил дорожного движения ребенок приобретает дома. Как себя нужно вести на дороге? С детства говорили, нужно переходить дорогу, посмотреть по сторонам. И то, что когда машина быстро едет, то нельзя переходить дорогу, потому что она может тебя сбить. А если ты едешь на велосипеде, то лучше слезть с велосипеда, а потом переходить уже дорогу. А есть в окружении сверстники, которые не знают правила дорожного движения? Не думают. Знание правил дорожного движения девчонками и мальчишками зависит от безустанной работы взрослых, поделилась Саида. Поэтому у нее и ее сверстников нет проблем на дороге. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Адейхабрский район. МЧС информирует с 8 по 10 июня. В Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди с градом. На реках подъем уровня воды. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. В Карачахстанах высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14, температура ночью 12-14, а днем 26-28 градусов тепла. Боль – это не самый лучший спутник жизни. Можно и нужно жить без боли. Специалисты клиники Елены Малышевой в Ставрополе знают, как вам помочь. Не стесняйтесь, не ждите, не терпите. Приходите, и эти специалисты вам помогут. Жить без боли. Общество с ограниченной ответственностью «Вултан» требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе 23, 8 938 038 84 37. Продолжаем выпуск. Вся минувшая неделя прошла под знаком праздника для детей. Поздравили их и представители силовых ведомств Карачао-Черкесии. Так, в расположенном микрорайоне Московском учреждение для сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, приехали представители Росгвардии. Подробности в репортаже Артура Мхце. Эта поделка сделана из дисков, ленточек и кристалликов. Сперва была обмотана ленточкой, а потом уже были приклеены алмазы, ленточки и все такое. На нее у меня ушло 2 часа. В здании социального учреждения микрорайона Московского открылась выставка изделий ручной работы. Любой желающий мог не только посмотреть на творчество воспитанников детского дома, но и приобрести понравившийся экспонат. Так, представитель регионального управления Росгвардии Виктория Духина оценила вот такую милую поделку. Ее авторы сперва методом оригами сделали много фигурок бабочек разных размеров, после чего составили из них оригинальный дамский наряд. Очень красивая картина. Прямо видно, девочки как старались. Замечательно. Я хочу такую картину приобрести. Ну, пожалуйста. Хочется делать приятное девочкам, а мне на память с удовольствием о ваших детках. Сотрудники силовых ведомств периодически оказывают помощь социальным учреждениям Карачаево-Черкесии, участвуют в различных торжественных мероприятиях с воспитанниками детских домов. На этот раз почетные гости поздравили ребят и девочек с международным праздником и привезли подарки. В Международный день защиты детей от лица руководства управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, от себя лично, хотел бы выразить слова глубокой признательности и благодарности педагогам, которые отдают всю любовь своим воспитанникам, которые нуждаются в этой любви и заботе. Пожелать им крепкого здоровья, дальнейшего процветания, деткам стремления учиться хорошо, становиться прекрасными людьми. Дети в нашем мире – это самая уязвимая и самая незащищенная часть. И хотелось бы нам, взрослым, оградить их от всего – от раннего взросления, от ненужной информации, от воин, от болезней. И поэтому мы работаем в этом направлении. Хочется поблагодарить всех педагогов. Впрочем, воспитанники дома-интерната для детей-сирот и ребят, оставшихся без родительского попечения, не были исключительно в роли получателей подарков. Они организовали для работников силовых ведомств, Министерства образования и районной администрации музыкальное, театрализованное представление. Артур Махцер, Расул Бердиев, Вести Карачао-Черкесия, Удживутинский район. На экранах московского метрополитена началась трансляция видеоролика о Карачао-Черкесии. Проект реализуется в рамках мероприятий, посвященных столетию республики, проводимых постоянным представительством в Москве. Ролик транслируется в поездах и на станциях всех веток столичного метро. За полторы минуты жителям и гостям столицы предоставится возможность узнать краткую информацию о республике, увидеть живописные места и достопримечательности региона с историческими памятниками, а также ознакомиться с крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной Сауран. Учитывая ежедневный пассажиропоток московской подземки, можно с уверенностью заявить, что за неделю ролик посмотрят более 5 миллионов человек. Увидев данный ролик о прекрасном месте, о Карачаево-Черкесии, мне захотелось свой отпуск провести именно там. Красивые места, замечательная природа, культура, традиции. Я обязательно хотела бы посетить данное место. Спасибо за прекрасный ролик. Была очень рада видеть родную республику в метро, пока ехала на учебу. На самом деле мы студенты очень скучаем, будучи здесь в Москве. Также я думаю, что москвичи, по моему опыту, знают не так много о нашей республике, поэтому очень благодарна постоянному представительству Карачаево-Черкесской республики, что они занялись этим вопросом, запустили такой интересный ролик. Это все вести, а прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин 12 июня. В День России. Всероссийская государственная телерадиокомпания проводит фестиваль-марафон молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина?». Лучшие голоса страны прозвучат на мультимедийной платформе смотрим.ру и на официальном сайте «ГТРК Карачаева-Черкесия». Споемте, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...